Заключительные дискуссии участников предварительного голосования проводимого партия «Единая Россия» в ЯО состоялись в Биробиджанском и Октябрьском районах. Главными темами дебатов стали анализ работы местных властей, восприятие региона, в том числе и самими жителями, проблемы малых удаленных территорий. Встречи на площадках в селах Нейфельд и Амурзет показали, что сами участники позиционируют себя как одна команда, настроенная на результат. Мне кажется, все люди, которые принимают участие в праймерис не только для отбора кандидатов в Госдуму, но и в законодательное собрание, они уже в команде, команде губернатора, команде нашей области и с удовольствием принесут какой-то вклад в ее развитие не только в рамках выборной кампании. Мне кажется, это вообще очень замечательное время для того, чтобы те люди, которые говорят, что мы хотим что-то изменять, получить как раз-таки обратную связь от жителей и понять, где могут еще быть более полезными. Претенденты на места в предварительных органах отмечают, что жители области стали свидетелями партийной дискуссии, посвященной выработке единых подходов к развитию региона со стороны кандидатов от «Единой России» на предстоящих выборах. Главная задача дебатов – это соединение усилий, идей и тех предложений, которые мы все вместе генерим сегодня. Я считаю, что естественным итогом завершения дебатов должна быть обстоятельная программа развития каждого муниципалитета и в целом области. Я считаю, что дебаты в этом случае – некая коллаборация, то есть совместные действия, которые позволяют нам учиться друг у друга. По словам Михаила Юркина, для него участие в подобной дискуссии стало первым опытом, и он испытал удовлетворение от этой работы. Жители получили от участников конкретные ответы на свои вопросы. Этот особенно важен, учитывая общую задачу формирования народной программы на выборы. Эта серия дебатов показала, что люди неравнодушны. Вот это первый серьезный вывод. Следующий момент. На всех дебатах вместе с нами присутствует и исполнительная власть. И слышит еще раз просьбы людей. Нам нужно провести народные сходы по населенным пунктам. Для того, чтобы люди сказали, что для нас главная проблема, например, водопровод. И тогда мы как власть, потому что им все равно, ты депутат, мэр или еще кто-то, мы для них власть. И мы как власть тогда должны грызть главный вопрос и людям объяснить. Мы решаем сначала вот этот вопрос. Деньги сюда. Участники дебатов подчеркнули, главным маркером перемен должно стать только реальное повышение качества жизни населения. Это станет темой информационных встреч с жителями области. А накануне на портале pger.ru стартовало рейтинговое онлайн-голосование по отбору кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму и региональный парламент. 30 мая на 40 участках, открытых в области, пройдет очное голосование. Вячеслав Пасманник, Константин Земляникин, Денис Листюхин, Павел Славин. Новости 21.